В апреле Анатолию Куракину предложили два альтернативных участка под строительство клиники и территорию на Союзной и на Яндовищенской бизнесмен отверг. Задействовав мэрию, представили доктору еще два варианта – на Ахтырской и Дружининской. Предварительно бизнесмен согласился на последний. Чтобы прийти к окончательному решению, была организована встреча с главой региона. Вы хотите механически заменить один участок на другой. Вы не учитываете те средства, которые были вложены в разработку этого участка. Вы строитель, вы же понимаете, что до того, как заложить первый кабель, очень много средств нужно вложить на согласование, на сети, на все-все-все-все-все-все. И у меня это уже на Рыговском повороте было осуществлено. Тот участок, который сейчас в аренде у Ахтырской, он 8 соток. Тот, который у нас участок на Дружининской, он 60 соток из здания, 2200 квадратных метров. Да, оно разбито, оно аварийное, без окон, без дверей. Если мы его сейчас выставляем на таргет, там у кадастров на стоимость 25 миллионов. Нам надо вместе в открытом режиме просто за стол сесть. С нашей стороны документы, с вашей стороны документы. Плюс на минус увидим разницу. Если она будет очевидной разницей, значит, вам нужно будет какие-то доплаты произвести, потому что и размер участка, и площадь здания, возможно, они будут превышать стоимость, которую вы затратили на подготовку. Как пояснил замгубернатор Алексей Смирнов, передать выбранный участок в аренду можно будет даже без конкурсных процедур, если деятельность компании укладывается в концепцию развития курского здравоохранения. Это необходимо согласовать с профильным комитетом. Роман Старовойт призвал стороны подходить к переговорам неформализованно. Речь не только о земле, но и о дальнейшей совместной работе. Продолжение следует...